С одной стороны очень легко и с другой стороны очень трудно зацепить за себя внимание. Это довольно большое количество людей, которые переезжают в Москву или даже в регионах сидят и страшно хотят зацепиться за внимание каких-то даже не региональных СМИ, а и федеральных. Потому что региональные СМИ любой человек очень быстро... Давайте мы будем говорить про успех в медиа, потому что я об этом как-то понимаю. Человек, который в регионе действует, очень быстро доходит до верха, потому что там ступенек мало, и он очень быстро добирается до губернатора, а дальше-то чего? Может быть даже губернатор относится к нему с уважением, и он про него напишет другую, третью, десятую, восьмидесятую статью, а дальше как-то становится скучно, надо разнообразить. Человек стремится в Москву, здесь он хочет как-то зацепиться. Хорошо, если он через соцсети тут завел какие-то знакомства с московскими журналистами. Но в общем случае ему... Бывает так, что он приезжает сюда, пишет, 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 а это никому не надо. Но с другой стороны, однажды все-таки он куда-то зацепляется, и у него уже багаж, у него опыт, он накопил его, и он дальше может работать, по ступенечкам продвигаясь. Бывают случаи, как знаменитый ныне случай, которому я сам приложил невольно руку, с этой челябинской ведущей метеопрогнозов, такой экстравагантной женщиной, которую теперь... Она теперь на расхват, и я вот сегодня только посчитал, что ее там даже теперь ангажируют куда-то там НТВ. Вот, и здесь важно, что вот, не спалить этот ресурс, а как-то зацепиться, задержаться. Это уже у кого как ума хватит, потому что попасть в поле зрения федеральных СМИ на миг, на те 15 минут славы, про которые писал Анди Орхол, очень просто. Задержаться довольно сложно. В общем, все равно это все всегда упирается в работу и во вкалывание. То есть талант нужен, удача нужна, но они никогда не являются гарантией. А вот труд, в общем, имеет гораздо большее значение, может появляться больше гарантий, то есть надо писать. Вот, а мне довольно часто люди на Фейсбуке пишут, а скажите, пожалуйста, а как мне вот там, вот там выставить, про что мне написать? Такой человек даже отвечать не хочет, слушай, если не знаешь, про что тебе написать, то ну о чем с тобой разговаривать? Надо работать, писать, 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 выбрасывать, выбрасывать. На 150-й ваш текст заметят, на 300-й ваш текст заметят, ну как заметят? а вы за это время научитесь писать. Я когда учился в литературном институте, со мной на курсе учился человек, который работал директором краеведческого музея в Тверской области какого-то в городе с населением в три тысячи человек. Он поступал в литературный институт восемь раз и очень плохо писал, но в конце концов его взяли просто из жалости. Он писал в огромных количествах и к концу обучения даже это уже можно было читать. Надо стараться.